МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Как нам праздновать лето? Ну, потому что оно такое короткое. Сейчас коллеги, которые ушли, главы муниципалитетов Кирова, говорили, что лето короткое, фонтаны нам Минстрой строить не дает, потому что что-то они два месяца работают, дальше чего вам, зачем вам этот фонтан? А кировчане хотят фонтаны, они хотят лето, неважно, сколько дней оно длится. И кировчане совершенно очевидно повышают свой запрос на различного рода мероприятия и праздники. Людям необходимы какие-то тематические важные тусовки для того, чтобы можно было пойти и самому по себе, и парой, и семьёй. И чем больше таких мероприятий, больших, серьёзных, тем интереснее и счастливее будет жизнь. Потому что есть ещё чем-то заняться, кроме работы и быта. Я тебе могу сказать, что все эти мероприятия исполняют очень важную, как мне кажется, социальную функцию. А не киров приближают к большим городам, в которые не обязательно уезжать, для того чтобы почувствовать, что жизнь-то она идёт, а не проходит мимо, понимаешь? Ну, вот я тебе хочу сказать, у нас уже вздыхают наши гости. Давай сразу их представим. Да, потому что у нас в гостях Иван Лысков, вице-президент байк-клуба «Пивной пуч», организатор фестиваля «Металболз», который пройдёт в эти выходные, мы о нём расскажем. И Алексей Лежнин, ведущий фестиваля. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищи. Замечательно. Мы фотографии сегодня выложим на нашем сайте, будет видно, насколько колоритно выглядят и Иван, и Алексей. Но у нас к этой теме переурочен опрос. В нашей группе ВКонтакте фестивали, концерты, праздники на открытом воздухе, которые проходят в Кировской области летом. Вам интересно? Вы посещаете? Интересно, но не посещаете, потому что у вас, может быть, нет времени или какие-то другие отмазки есть. Семья, дача, картошка, клубника созрела. Неинтересно, тьфу на них. Вот так вот Володя Сметанин, видимо, написал, да? Или это ты? Нет, это Владимир. Это Владимир сочинял опрос вчера. Да, ну вот смотри, какая интересная история про приближённость к большим городам. И, например, с коллегами мы поговорим сегодня. И про важную социальную роль. Я говорила уже, что я была на прошлых выходных и выкладывала активно в Фейсбуке фотографии на фестивале «Взлётная полоса». Мы о нём тоже говорили. Это тоже байковский байк-рок-фестиваль. И наблюдала совершенно разных людей. Хоть и там, и там, и там 18+, мы маркируем эти мероприятия, потому что там будет кафе, там будут лицензированные торговли вестись в том числе и некоторыми напитками. Но люди были совершенно разные. Я приехала со своей 12-летней дочерью. Впервые мы с ней были на рок-концерте. Мы с ней слушали и танцевали под Найка. Скорее я там скакала, а дочь смотрела на меня скептически. Я сделала вывод, наши подростки не знают, что такое рок-фестиваль, не знают, что такое тусовка, не знают, что можно прийти на концерт и прыгать, размахивая руками, подпевая и выкрикивая. Очень зажатая такая вот история. Я была, конечно, поражена. Для меня это была какая-то маркировка вот такая вот буквально. Я только одно могу сказать. Это просто потому, что мало возможностей посещать такие мероприятия. Их мало. И хорошо, что их становится больше. Их мало. Нет опыта. Ну, вполне возможно. Потому что раньше, вот я, как сам помню, постоянно были какие-то концерты. Постоянно где-то что-то куда-то ходили. У нас был рок-клуб свой в какие-то времена. У нас сюда приезжал кто только не приезжал. Из своих-то команд сколько было, огромное количество. Битвы были. В 89-м году, по-моему, Цой приезжал даже. Да, да. Были битвы, была рок-лаборатория, да. Были фантастические студенческие весны, так скажем, да, где тоже выступали свои команды. Сейчас это все как-то закрыто. Нет, ну вот в это самое, в политехе, вот тут вот рядышком буквально, был статклуб, где на базе которого базировалось очень много групп металлерских, тяжелых таких. Мы сейчас их не знаем. Мы знаем только... Они на самом деле, конечно, есть. Нет, металлических практически нет, у нас очень много кавер-групп появилось. Вот это направление... А сейчас, да, сейчас, вот, как только, вот, в настоящее время, как только группа зарождается, они, по-моему, уже не пишут своих песен. Сразу каверы. Вот, это большая разница. Потому что вот старые группы, которые я вот знаю давно, с 90-х годов, они все писали свои песни, как бы свой материал был. Каверов практически не было. Может, на программу, там, предположим, часовую программу групп было, ну, один-два кавера. Все, больше не было. Остальное, все, был свой материал. А вот запрос, возвращаясь сейчас к прошлым выходным, к взлетной полосе, запрос на такие концерты есть не только у нашего поколения, которое еще помнит настоящий, там, русский рок и слушает его, да, и сейчас не только русский, пожалуйста, там, и английский, да, какой угодно рок. Но и у семей с маленькими детьми, я там видела очень много семей совсем с маленькими детьми, сажали девчонок и мальчишек на плечи, там, размахивали руками, и дети полностью концерты эти выдерживали и подплясывали. Я видела пожилых совсем людей. Меня там поразила пожилая дама, Седовласа, ей поставили там, значит, кресло шезлонг, и она чуть-чуть в сторонке, с такой улыбкой наблюдала за всем этим и вот просто кайфовала на самом деле. И классно, что буквально вот проходит неделя, и у нас еще есть повод снова окунуться в рок и снова окунуться в тусовку и почувствовать себя и живыми, и молодыми, и это лето ощутить. И давайте тогда... Очень хорошо, что это проходит на природе, я тебе скажу. Да. Все-таки иная совершенно атмосфера, чем те концерты, которые проходят в помещениях. В клубах, да. Хотя они тоже нужны. Давайте расскажем про байк-рок фестиваль Metal Balls 2018. Во-первых, скажем, который тоже фестиваль? Восьмой. Восьмой. Товарищи, восьмой. Но я вам хочу сказать, что вот и восьмой, кстати говоря, взлетная полоса был в фестивале. И когда спрашивали, а сколько раз вы посетили, то там, когда говорили восемь фестивалей, тут две руки поднялось, семь, там что-то, может быть, там тоже две руки поднялось. Больше всего было рук, что люди в первый раз приехали на фестиваль. И это тоже очень круто. Это значит, хорошо донеслась информация и есть желание приехать. Ну, знаете, вот в этом году я заезжал на взлетную полосу, и народ был, да. Потому что вот в прошлом году, в позапрошлом не повезло с погодой. Был дождик, и народ это как-то отпугнуло. Но в этом году с погодой повезло. И мы надеемся, что и в этот раз все будет прекрасно. Давайте про ваш фестиваль расскажем. У нас все будет прекрасно. Где? Сразу говорите, где? Ну, у нас он будет на базе рыбопилы. Это где? Давайте сориентируем здесь сразу. Это Гнусино. После нового моста сразу налево. Налево. Да, сразу там налево. Там сделали огромную площадку. Там сделали стоянки под мотоциклы. Для машин будет отдельная стоянка. Отдельная зона для детских там игр. Ну, вся территория поделена на зоны, где что-то будет всегда происходить. И это будет интересно. Если там кто-то не захотел послушать, но он все равно услышит эту песню. Он будет там играть, веселиться, кидать бревно. Но он будет слышать, и его будет заряжать драйвом. Потому что такие у нас хорошие группы будут. Зачем кидать бревно? А вот это один из. Ладно, расскажете, хорошо. Дело в том, что я играю в группе «Пивной путь». Так, Иван говорит. Да, я основатель группы «Пивной путь». И почему-то мне очень нравится выступать в килке шотландском. Ой, прекрасно. Мы любим Шотландию. В зеленом. У меня зеленый. А вот этот вот есть вот эта сумка. Шотландский, так скажем. А, нет. Сумки не заработал еще на сумку. И вся эта кельтская тема мне очень нравится. И вот я просто поискал и нашел просто вот эти шотландские силовые забавы. Оказывается, очень интересные штуки у них там. Они вместо того, чтобы кинуть молот, молот это в легкой атлетике, там это самая такая штука на цепи, которую раскручивают и выкидывают. Так вот, они кидают настоящий молоток такой, ну, кувалду. Вот. И у нас, например, перетягивают канат, у них перетягивают бревно. Такие брутальные дядьки. Надо посмотреть на Ивана и сразу понять, что он и одно, и два, и три бревна куда угодно кинет. И вот так же вот у них есть такая штука, как кидание бревна у шотландцев. И вот такие развлечения будут на фестиване. Там будет разнообразное развлечение, я вам сразу скажу. От и до. От и до. И спортивные, и прикольные, и за призы. Вот сейчас конкурс. Подробности. Стартует это все завтра в 12 часов. Завтра в пятницу в 12 часов. Нет, не в 12, по-моему, в 11 даже. В 11. Нет, в час у нас первая группа играет. Заезд у нас с 10 часов. Мы сейчас разберемся, у нас 7 минуты до того, чтобы разорваться, у нас перерыв. Иван Лысков, вице-президент байк-клуба «Пивной путь», организатор фестиваля «Металболс-2018», Алексей Лежнин, ведущий фестиваля у нас в студии. Обязательно посмотрите и послушайте запись программы сегодня вечером, когда будут выложены фотографии наших гостей. Есть на что посмотреть, правда. Так, мы сейчас окунаемся в программу фестиваля «Металболс». Он начинается завтра в 12, правильно? На территории в 11, кто-то в 9 приедет утра, наверное, да? Нет, ну кто-то уже заедет даже сегодня. Кто-то даже сегодня заедет. Потому что многородние гости уже начинают заезжать. Это, кстати, важно. То есть, несмотря на то, что фестиваль проходит, мы уже выяснили, да, практически вот рядом с городом, да, сразу выезд снова в Мамаста, это черта города Кирова. Наверняка для многих, вот тех, кто хочет окунуться в атмосферу, у них есть желание поставить палатку, приехать с палаткой. Это все предусмотрено. А там, кроме как в палатке, никак не расположишься. Кемпинг можно, да, там организован. Не можно, а нужно, потому что больше там нет ничего. Ты едешь на своей палатке. И в специально отведенное месте можно поставить машину, поставить палатку. И на сколько дней там зависнуть? На 72 часа. То бишь 3 дня. На 3 дня, прекрасно, на все выходные. И так уже заезжают иногородние гости, и вы тоже сможете приехать, заехать, забить себе место, поставить палатку и наслаждаться байк-рок-фестивалем. Мы сейчас должны пройтись по программе. Итак, давайте, начиная с завтрашнего дня, что нам предстоит? Ну вот завтра у нас часу выступает группа «Мы». Ну тут наших очень много групп. Наверное, самые-то были такие монстры, можно сказать, в 21.00 будет «Маврин». Это бывший гитарист Арии, который один из самых шикарных гитаристов в России. Вы нам поясняйте, пожалуйста, потому что если бы Голиков со Сметанином сидели, они бы всех узнали бы и кивали головой. Мы с вами не очень большие эксперты. Ну «Маврин» — это очень хороший гитарист, очень хороший инструменталист, который просто покажет, что можно делать с гитарой. Ну далее у нас бои. Это единственное, наверное, в городе у нас был, да, Вань? Да, у нас будут бои по правилам ММА, бои без правил смешанные единоборства. Это во сколько начнется? В 10 часов. Вечера? У нас будет там поставлена клетка, восьмиугольник и... И прямо в клетке будут они там... Да, прямо в клетке, да. Вот это вот дело. Вот у этого мероприятия точное ограничение 18+, мне кажется. Но этим еще не закончится. У нас еще будет дальше. Там еще будет группа играть. Ну и, конечно, «Дэнспати» мы сделаем. В первый день же. Да, во сколько мы ляжем, это... Как это будет выглядеть «Дэнспати»? Никогда не нужно. Где это будет происходить? Как выглядеть? Какая музыка там будет? Вот по музыке... Будут играть нормальные диджи. Да. Пусть это останется сюрпризом. Хорошо. Чтобы вам не отбить. Честно говоря, я вот просто в такой музыке не разбираюсь, поэтому не могу сказать. Да, просто там диджей будут играть. Мы немножко расслабимся. Но на самом деле это тоже хорошо, что будет разноплановая музыка. Да, еще в пятницу будет группа «Гуд Таймс», которая просто шикарнейшая СКА-группа с дудками. Вот их там 10 человек. Из Санкт-Петербурга? Нет. Они рядышком, соседи наши. Что такое СКА-группа? Из Костромы. СКА – это разновидность музыки, мелодичная. Вот Ленинград. Представьте. Группа Ленинград. Да. У них духовые инструменты там. Вот. Вот. Это СКА. Да. А СКА-группа... Это стиль музыки СКА. У нас просветительская программа. Да, да, да. И приедет группа «Гуд Таймс», которая, мне кажется, не хуже Ленинграда. А в какое время они будут играть? Они сразу после боев. Это все будет в вечернее время? То есть где и что, как начнется концерт вот с этого хедлайнера, да, с гитарой? Нет, концерт у нас начнется с часу. Вот в час, каждый час у нас выступает новая группа. У нас групп будет вот Лун, в первый же день 12 групп. Во второй день 19, и в третий день еще 13. Где вы всех их набрали-то? Это все наши практически. Это кировские группы? У нас же очень много групп. Ну, не только кировские, есть и приезжие. Да, приезжие, да. Но мы знаем, где их искать. Вы серьезно? Серьезно? Я понятия не имела, что у нас такое количество групп. У нас очень много, кстати, групп. Они работают в разных стилях. Это не безнадежно тяжелая музыка. Да, кстати, вот вы говорили, что не пишут сейчас песни. Вот те группы, которые создавались даже еще в начале 2000-х, они до сих пор пишут свою музыку и свои песни пишут. Есть такие группы? Ну, вот, Алексей, вот старые группы, которые постарше, они, да, они пишут свой материал. А вот которые создаются сейчас, они почему-то... Ну, сейчас последние. Я вот посмотрел, как бы, блин, они все в основном на каверах. Может, они считают, что все самое лучшее уже сказано? Нет, у нас была тут, ребята, молодая кавер-группа совсем не очень давно. Я не помню, конечно, название, не очень запоминаю. Но ребята совершенно замечательные, очень талантливые. Но они сейчас делают каверы, и когда мы их спрашивали, думаете ли вы о создании собственных альбомов, глаза так сразу загорелись. И говорят, да, мы очень хотим. Ну, вот мы сейчас готовимся, мы не знаем, как там, вот, мы зайдем в это, как подступиться, потому что есть, ну, не знаю, я, может быть, не права, но вот этот легкий способ прославиться за счет каверов, да, путешествовать там и заработать, он, возможно, многих сбивает вот с этого, да, пути собственного авторства. Вот так и есть. Да. Да, есть такая история. Вот действительно, когда общаешься с людьми, они действительно могут делать свое. Но почему-то они делают, не знаю. Вот, может быть, благодаря вашему фестивалю, когда они увидят людей, которые берут на себя эту ответственность, что называется, которые позволяют своему таланту, да, неважно, какую он реакцию первую вызовет, там, выйти в свет, показать свою музыку, может быть, вот благодаря таким фестивалям молодые ребята начнут все-таки блистать у нас, писать и давать свою музыку. Они просто должны в себя поверить. Вот в большинстве случаев они просто в себя, ну, не верят в себя. А так они верят в талант другого исполнителя. Да, да. И кусочек его славы берут. И на его славе как-то выехать. Ну, вот честно скажу всем им, что в свое время, в 95-м году, когда я основывал группу «Пивной путь», мы написали свои песни, плюнули на все и всех, стали играть. И до сих пор уже столько лет, да, уже 20 с лишним лет мы играли с такими группами, как Любе, Александр Маршал, Ария, Гарик Сукачев и так далее и тому подобное. С «Акцептом», там, с «Немецким», ну, и т.д., и т.п. И у вас не было таких мыслей, ой, как меня примут, там, а возьмут ли меня, как на мою музыку отреагируют? Мне кажется, в то время это еще не волновало. Просто был принцип, да он и сейчас есть, наглость, второе счастье. Ну, надо проявлять себя, да, вот я такой, какой есть, надо себя проявлять. Итак, завтра с 12 и на 72 часа начинается музыкальный марафон. Здесь чертей Кирова, Кирова сразу за новым мостом на территории клуба «Рыба-Пила». Очень важно, правда, мы еще раз повторим, что все благоустроено, все площадки зонированы. Безусловно, безусловно. Мне, конечно, как маме очень нравится история, что теперь выделяются площадки для детских игр. Обязательно, да. Потому что с пиногрызами, что называется, уже все давно обзавелись, некоторые уже и вторым поколением тоже. Ты внуков имеешь в виду? Конечно, и поэтому детям, если мы хотим существовать вместе, вот как-то, да, вот эта традиция семейная продолжалась, они понимали, чем это там папа с мамой вот жили в молодости, или сейчас чем увлекаются, почему они вот в этих байкерских странах, черных нарядах с большими, с какими-то надписями, черепами там ходят, да, или кто-то, наоборот, выглядит как хиппи там, да, или хипстер, неважно, как выглядит он, да, вот в эту культуру надо, безусловно, погружать. Это, правда, очень эффектно, потому что вот я уже рассказывала, как мы с Зойсей ездили на предыдущий рок-фестиваль. Она стояла полконцерта, смотрела на меня, купив большие такие очки, в пол лица, вот большие очки такие, смотрела из-под кепки, скрестив руки на меня со скепсисом, так вот это подергивая ножкой, наблюдала, как мама, значит, реагирует на концерт Найка Борзова, а потом, а потом раскачалась и вот заразилась и заулыбалась. Надо приучать, надо приучать. И в следующий день мы весь слушали песни и пели с ней. У меня дочка, когда впервые побывала у нас в клубе, в Блэк Роуз, она тоже сначала так... Что это? Папа. Что это? Это ты, да, вообще? Как ты выглядишь? А потом все нормально. В итоге ее спрашивают, какую музыку ты слушаешь? Ты, наверное, слушаешь, что это там, цвет настроения синий, или не знаю, что там, я сейчас... А она нет, она, конечно, сразу первым делом называет там Битлз, потом она начинает называть какие-то еще истории, которые папа там ей заворачивал. Боюсь, что она не знает. А хотя вру сейчас на меня обидится. Название группы, в которой папа играл когда-то, она совсем там юная была. Группа Нальгин, ребята-школьники, когда-то устраивали. Ой, помню, помню. Древность, древность. Помню такую. Да. Вот. Но она прекрасно сейчас разбирается в попсе, в поп-музыке иностранной, прежде всего. Нет, так есть много музык, хороших и разных. Один мой знакомый сказал просто вот правильную фразу. Ой, нам что-то слушатели прислали. Да, я пытаюсь сейчас... Да, я прочитаю, я прочитаю. Я хотела посмотреть, кто это. Слушатель Евгений нам передает привет и говорит, везите на следующий фестиваль Карпиклани. Карпиклани, да, это финская фолк-группа, фолк-метал-группа, шикарнейшая группа, просто шикарнейшая. Нет слов. Ну, в этом году мы... Не получилось. Я узнавал, как их можно привезти, но не получается пока. Если у нас фестиваль раскрутится и будет возможность, будут какие-то финансовые вливания, будут спонсоры, партнеры, то тогда мы сможем их привезти. И мне бы их как раз очень хотелось бы видеть. А вот это, кстати, очень интересная история. Еще раз надо вас поблагодарить, что вы собрали наши группы со всего региона, да? Ну, кстати, я перебью. Мы собрали не только наши группы. Во второй день, в субботу, у нас будут шикарнейшие группы. Да. Рассказывайте. Рассказывайте. Крематорий, во-первых. Все называйте. Во-первых, это Крематорий. Это уже не во-первых. Давайте сначала. Это до сладкой. Суббота с чего начнется? С матрицы. И про группы рассказывайте, пожалуйста. Расскажите нам. Я вот не знаю. Впервые давайте. Крематорий знаю, а дальше нет. Арию знаю. Дальше. Монгол Шаудан. О. Знаете такое? Знаю. Во сколько Монгол Шаудан? Монгол Шаудан у нас, по-моему... Восемь. Восемь часов до вечера. Еще. Крематорий будет в десять. Да, в десять. Вечером. Вечером. В шесть или в семь часов у нас будет группа FPG. FPG. Да, в шесть часов. Это наизвестнейшая панк-команда. Самая, наверное, у нас сейчас в России. Класс. Панк-рок играет. Да. Прекрасно. В шесть часов. А они откуда? Они Нижний Новгород. Нижний Новгород. Это вечерняя программа завтрашней. Спрашивали как бы про то, откуда Гуд Тайпс. Я не договорил, просто не успел. Они из Костромы, они наши соседи. Мы сказали. Мы обратили внимание. Все хорошо. Прекрасно. Нет, в субботу у нас начнется в 7.30 с утренней зарядки. Вы думаете, кто-то встанет в 7.30? Никто еще не ляжет. После вечернего времени. Да, у нас в 7.30 утренняя зарядка, потом чайки от группы. Слушайте, а можно я спрошу, а утренняя зарядка на рок-байк-фестивале, она чем-то отличается от утренней зарядки в санатории? Это будет много медитаций. Нет, у нас будет фитнес. В доме, в боке, руки шире. Да. Не спешите, а 3-4. Да. Ну и с 11 начинают играть группы. Также через каждые 40 минут группа меняется. Вот представьте, какое количество. Будет до, опять же, до часу почти ночи. И в час опять у нас играет диджей. И опять до скольки, да. В общем, круглосуточно работаем. Да, слушайте, я вот еще смотрю на вашем сайте, на сайте фестиваля. Помимо боев без правил, о которых мы уже поговорили, и вот мы начали говорить, но не рассказали. Ведь в субботу, да, вы сказали, будет мотопробег. Да, да, да. А, подожди, 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 до байкеров после перерыва доберемся. Давай по группам еще пройдемся. Мы всех назвали, кого хотелось назвать, таких якорных исполнителей завтра? Нет, ну я могу похвастаться собой еще. Ну вот, когда пивной путь-то будет? В субботу. Пивной путь не будет, будет в Иркута, Ленинград. Да. Это проект пивного пуча. Прекрасно. Мы поем старые, добрые песни. Во сколько вы будете? Как раз в 5 часов. В 5 часов. Завтра? Завтра. Нет, в субботу. В 5 часов. Ну вот, мы сказали, что наши команды, команда соседних регионов, команды издалека, российские, у нас две минутки до перерыва, есть намерение у фестиваля привозить и... Зарубежные команды. Да, да. Ну вы знаете, в свое время... Я понимаю, что это стоит денег, конечно. В свое время, когда мы устраивали фестиваль в Заречном парке, к нам приезжали группы из Японии и из Италии. Там было? Ну... Рубер сильно упал с тех времен. И международная обстановка обострилась. Будем стараться. Я же говорил, если вот получится, вот мы привезем тех же к Карпиклайне. В общем, короче, товарищи, если еще есть поклонники хорошей музыки, которые не в этом течении, но которые способны вложить свои средства и энтузиазм в развитие фестиваля, просто помогайте нам, посещайте наш фестиваль, и тогда у нас все получится. Мы привезем кого угодно вплоть до Металлики. Перервемся на две минуты. Слушайте, мы сейчас еще одну очень интересную тему подняли. Надо разжевать товарищам, кто поедет впервые, может быть, на такие фестивали. Аня вспомнила просто историю давнишнюю, как она поехала на загородный фестиваль в босоножках. Расскажи, как ты замерзла и что не надо такую обувь надевать. Было холодно, конечно, ночью. Нет, это было жаркое лето достаточно, но мы не посмотрели прогноз и не поняли, что ночью будет очень сильное похолодание. И когда ночью ноги мерзли так, как никогда не мерзли зимой, нам пришлось выбираться с этого фестиваля обходными путями, потому что на выезде стояли сотрудники ГАИ и тормозили всех выезжающих, опасаясь, нет ли пьяных водителей. Это правильная, кстати, позиция. Я так понимаю, что у вас тоже будет какой-то контроль. Вот Аня Лапшина... Подождите секундочку. Она отметила сразу две проблемы в одной истории. Первое. Как одеваться на фестиваль? Каждый, конечно, оденется как хочет, но все-таки, товарищи, это природа. Не забывайте. Ну, я вот себе уже напихал всего. Носки, лоб. Я поеду в шортах, рубашке, но про запас у меня понапихано. И брюки, и куртка. Вплоть до фуфальки. Да, на ночь тепло. Не забывайте репелленты взять с собой, потому что это важно. Хотя, когда там... Территория там, правда, обработана от клещей, но от комаров... Вот комаров это не спасет. Не спасет, да. Значит, удобная обувь, теплая одежда вечером, если вы собираетесь... И не забывайте брать купальные принадлежности, потому что там шикарнейший пляж. Да, купальные пляжи, пляжи, там бассейн и Черное озеро. Там карьер, там хороший песчаный пряж. Отлично, да. Там можно покататься на гидроцикле, можно там на этом самом... Как называться-то? Педали-то крутят. Катамараны. Катамараны, гидроциклы. Водные развлечения есть. Есть, да, обязательно. Спасатели есть. Да, спасатели есть. Это важно. Спасатели на воде. Значит, ну и мы все время говорим, пожалуйста, или позже скажем, ладно. Значит, спасатели на воде есть. Спортивные соревнования, это тоже поймите, что бревна кидать в босоножках не надо. Не надо. Одевайтесь, одевайтесь как для спортивных соревнований. Давай не кидать бревна. Я не в твою сторону сейчас камешек кидаю. Я просто говорю, что, ребята, это активный отдых. Активный отдых. Это не клуб, это не ресторан. Не за барной стойкой сидеть с бокалом вина. Это активный отдых. На клубе и ресторане в это время будут финалы, полуфинал и финал чемпионата мира. И там можно будет посмотреть на большом экране. Будет организованы, да? Да, обязательно. Фан-зоны, где можно будет посмотреть футбол. Как вы будете регулировать? Тут у вас, значит, рог, а здесь футбол. Разделить, по-моему, не первый год, не первый раз. Окей, фанаты, кстати говоря, которые хотят болеть не дома, а в компании. Дружно, весело, интересно. Французы с хорватами играют у нас в финале-то? Вот чего не знаю. Французы с хорватами в финале, да, и Бельгия. А за третье место Бельгия. Бельгия, Альга, да. Наши уже не играют, да. К сожалению. Наши молодцы, все мы поздравили. Нет, ну на самом деле наши играли очень красиво, очень красиво. Мне понравилось. Дали хорошую игру. Я сейчас за французов буду болеть, а там, наверное, за англичан. Нет, а я за хорватов. За хорватов? А они братья-славяне принципиально. Они наших сделали, но обидели наших футболистов. Ну вот пускай все знают, что наши проиграли только чемпионом мира, и все. А, я все равно за французов. Ладно, я за француз. Окей, то есть можно поболеть на футболе, да, за чемпионами. Только не так. Никак. В смысле, не заболеть, да, не заболеть. Не заболеть, поэтому одевайтесь теперь. Будут разные развлечения на воде. Мы уже сказали, в воздухе будет возможный шар, можно будет полетать. Сейчас спортивные соревнования, детские площадки, волейбол пляжный. Да, есть там. В волейбол пляжный есть. Что еще, какие развлечения? Ну, это музыкальный фестиваль. На любой вкус, мне кажется. Надо приехать и посмотреть, да. Окей, про удобную одежду сказали. Теперь, если что-то все-таки случилось, медицинская помощь будет организована? Обязательно. 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 Это будет медпункт или скорая, или что это будет? Это будет... Ну, скорая всегда дежурит на таких мероприятиях. Это да. Ну, в первую очередь там будут у нас медики. Дежурные медики. Да, да. Ну, медпункт, да. Будет медпункт. Да, да, да. Он будет обозначен. Можно будет знать, куда идти. Конечно, конечно. За медицинской помощью. Но ведите себя аккуратно, да, чтобы она вам не потребовалась. Теперь... Ну, честно говоря, вот, справедливости ради надо сказать, что-то так особо-то и не требовалось. Максимум где-то кто-то поряжется. Ага. Ну, понятно. Мы ведь еще не знаем, какая будет погода, если вдруг повезет солнышком. Да, не забывайте, что надо голову закрывать. Ну, бывает такое все-таки. Ну, да, сейчас жарко, так что, если что, панамки одевайте. Да. И вот то, о чем говорила Аня уже, и мы понимаем, что будет организованное, и там будет и кафе, и всякие там напитки продаваться. А там на территории и летняя веранда и ресторан. Ну, то есть на любой вкус, если вы захотите каких-то изысков там поесть, что-то вплоть до, не знаю, фуа-гра и прочего такого. Так, а для тех, кто все-таки едет на фестиваль, чтобы готовить что-то свое, там возможности есть, мангалы, еще что-то вот это. Безусловно, да. Там можно будет купить дрова, к ним будут выдаваться бочки специальные, в которых разжигать костер. То есть так вот костер разжигать нельзя. На земле нельзя. Но будут выдаваться специальные приблуды для разжигания. Как интересно. И вы говорили с самого начала правила. Со своим спиртным нельзя ни в коем случае на фестиваль. Ну, нельзя. Это такого правила. Да, товарищи. Никакого. Там купите. Да, да, окей. Ну и вообще даже просто, если вот водичку везете, желательно в пластике просто, чтобы было ни в этих самых, ни в стекле. А будет организована охрана? Как будет порядок устанавливаться на фестивале? Вся территория разделена на зоны, и каждая зона охраняется будет охранное агентство. Ну и членами нашего клуба, пивной почвы, как бы все. Милиция обязательно, полиция. Не забывайте, что очень часто милиция и полиция, ГАИ на выезде, если вы на автомобиле, предлагают вам подышать в определенный прибор. Имейте это в виду. Да, это не надо забывать. Безопасность прежде всего. Будьте ответственными. Ответственными, товарищи. Я лишал все прав в твое время, так что вот... Никому не пожелаю. Это очень неприятная история. У меня машина в ремонте неделю, как я вас понимаю. С полным правом, так сказать, могу сказать, за руль нетрезвыми не садитесь. Не надо. Это действительно так, правда. Так, что еще мы забыли? Туалет? Обязательно. Белые туалеты, даже 12 штук, будут поставлены тоже так же по зонам, чтобы было удобно, и где играют, там будут туалеты, и где кушают рядышком, там недалеко, ну, и мусор обязательно. Вымыть руки, умыться, принять душ. А вот в этом нам помогает ключ здоровья. Там будет стоять машинка. Молодцы, городские мероприятия все поддерживают. Да, чтобы не мусорить, там будет поставлен большой контейнер, вот, знаете, такой, очень большой, чтобы весь мусор туда кидали, чтобы было чистенько. Как японцы. Да. Привыкаем к цивилизации. Правильно. Показали пример нашим болельщикам. Наши подхватили тут, и давайте мы тоже будем мусор собирать и выбрасывать. Так, мы не проговорили одну важную вещь, которую я хотела все-таки озвучить, но мы ее отложили, и можем забыть. Это проход в мототехнике по городу. О, самое важное. Это же байк-фестиваль. Да, да, да. Про байкеров. Вот. Мы будем собирать большую колонну. Ну, кто соберется, кто после пятницы сможет. А вот там, рядышком совсем с поляной, там есть перед новым мостом такой пост весового контроля, и вот как раз на этом посту там очень удобная площадка, кто сможет собраться и проехать по городу. То есть маршрут ваш для тех, кто не сможет собраться, а хочет посмотреть. Ну, маршрут будет, в общем, сейчас скажу, это новый мост ДК «Авитек», потом Октябрьский проспект, улица «Профсоюзная», старый мост, и уже там дальше. Через Коминтерн. Да, через Коминтерн. Обратно. То есть в центр не поедете? Нет. Ну, не за чем. Ну, что в пятницу выехать из города большой колонной? У ДК 1 мая, мне кажется, вполне себе центр. То есть и площадка там позволяет, например, остановиться, подождать мотоциклистов, посмотреть. Вы же там будете поворачивать, я так понимаю, с Октябрьского на «Профсоюзный». А вдруг по Карло Маркс? Нет, ну сказали же, Октябрьский проспект, потом улица «Профсоюзная» и Старый мост. На набережной. Подумаем еще, окончательно еще не решили. Ну, собственно говоря, даже если по Карло Маркса, там есть вот парковочка такая внизу Карла Маркса и «Профсоюзный». Там тоже можно посидеть и посмотреть. Слушайте, а какие байки едут? Вот интересно, потому что у меня ночная фотография Андрея Андреев. А у тебя там Иш, по-моему. Да, я не знала, что это Иш. Я в темноте не увидела, и только на фотографии видела, что это Иш. А на каких байках ездят ваши коллеги и вы? На всяких ездят. Ну, расскажите. У вас какой байк? У меня Кавасаки-вулкан был. Сейчас я его продал, но я буду покупать такой же. Кавасаки-вулкан. А у вас, Алексей? Был давно, сейчас пока нет. Так, но поддерживайте эту культуру. Какие сейчас байки есть в городе? Всякие. Всякие. Вот от Ижей. Таких-таких, они такие, как это называется? Они такие родные, я хотела сказать, но перестроенные. Нет, нормальные, Ижи там задран, там глушители задраны, чтобы все так вот по-пацански. А Харли Девитсоны есть у нас? Конечно, есть. В нашем городе есть. Всякие есть. Явы. Явы есть. И минские мотоциклы. Вот с минскими, да. С минскими что-то я давно не знаю. Не осталось совсем наши подростковые. Не, ну, минские, они для деревни очень хороши. В городе так сложновато. Медленно едут. Слушайте, а приезжать на этих, на мопитах? Ну, вот как это называется? Носкутера. Носкутера. Да, приезжая, это все. Вы братство свое берете? Или это так? Это же два колеса. Тоже, да. Почему бы нет? Итак, мы еще раз. Ну, вот у меня, например, у нас друг в Арзамасе, он в ДТП попал, и у него очень много железяков в ноге. Он просто ногой не может переключать скоростью. Поэтому он ездит на большом таком мопеде-скутерях, у которого автоматическая коробка переходит. И ручное управление полностью. Итак, товарищи, с завтрашнего дня начинается байк-рок-фестиваль Metal Balls 2018. Программу мы вам рассказали, как перемещаться рассказали. Пролепопила, возле нового моста. Да, совершенно верно. Можно заезжать уже, как нам сказали организаторы, прямо с сегодняшнего вечера с палатками. Действительно, да, там можно остановиться. Я вот, например, поеду сегодня. Все. Получайте удовольствие и будьте ответственными все-таки. Конечно. Все, надеемся. И не несите с собой ничего в стекле. Да, и лишнего не надо брать. Совершенно верно. Мы надеемся на красочные фотографии в соцсетях, посмотреть, как люди отдыхали. Все увидите, все увидите. И болеем за французов. За хорватов. Кто-то за англичан, а кто-то за бельгийцев. Хорошо. Завершим. Благодарим наших гостей. Ивана Лыского и Алексея Лежнина. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина, Светлана Занько. До свидания. 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 Продолжение следует...